Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте все любящие чтение Слово Божие! И мы продолжаем с вами изучение книги Ветхого Завета Исход на библейском интернет-портале экзегет.ру И с вами сегодня снова я, Сладков Андрей Иванович, преподаватель Николы Переверинской, Срединской семинарии Российского Православного Университета. Мы с вами рассмотрели 37 глав книги Исход и подошли к 38 главе. Все эти главы рассказывают подробно об устройстве святилища, то, которое было показано Моисею на небе. И мы с вами видели раньше и рассматривали уже, так или иначе, само это видение, которое было Моисею. А теперь мы рассматриваем, в общем-то, одно и то же в некой мере, но только то, как действительно по повелению Моисея, по послушанию Моисея, Весельил устраивает все, как Господь показал Моисею на небе. И мы с вами читаем 38 главу с 1 по 8 стих. Здесь говорится о устройстве жертвенника всесожжения. Мы говорили с вами, когда это показывалось Моисею, что можно здесь еще увидеть в этих прообразах. Ну, например, у того же Святого Беда Допостопочтенного есть такое истолкование. Он пишет «Два жертвенника храма». Цитата. «Действительно, в храме имелось два жертвенника, означающие снова, видите, два завета церкви». Мы об этом говорили, когда рассматривали с вами два херувима, которые взирали на крышку, то есть на ковчег завета, который был прообразом Христа, то есть и Ветхий и Новый Завет. Все говорят о Мессии, о Спасителе этого мира. Здесь то же самое видится в двух жертвенниках. Действительно, как говорит Беда Допостопочтенный, в храме имелось два жертвенника, означающие два завета церкви. В церкви первый жертвенник всесожжения, сделанный из меди, был расположен перед входом в храм для приношения и заклания жертвы, что указывает на плотских служителей Ветхого Завета. Далее был утвержден жертвенник, покрытый золотом возле входов святая святых для воскурения фимиама, что означает большую глубину совершенства и благодать Нового Завета и служителей». Конец статы. Действительно, если в Ветхом Завете, то что касается большую благодать служителей Нового Завета, если в Ветхом Завете помазался, как мы помним, Аарон и на него возливался Елей Моисеем, то в Новом Завете Дух Святой в день Пятидесятницы сошел на апостолов. Тот, который и обещал Господь Иисус Христос в книге «Деяния апостолов», он так и говорил, что «Вы не отлучайтесь от Иерусалима, доколе не зайдет на вас благодать Святого Духа». И мы видим, что в день Пятидесятницы действительно Дух Святой излился на апостолов, и апостолы начали говорить на иностранных языках. Между прочим, это был первый дар, который был дан апостолам тогда, в день Святого Духа. Почему именно этот дар был дан? Потому что церковь и ее предназначение на земле, как таковое, миссия церкви состоит в том, чтобы нести неповрежденное евангельское благовестие людям, которые находятся за пределами православной церкви. И первый дар, который получили апостолы, как об этом и говорится в книге «Деяния апостолов», они начали говорить на иностранных языках, и люди, которые их слышали, они видели, что по виду они все галлияне, то есть по национальному можно отличить, по виду человек из Средней Азии, или из Кавказа, или он русский, или из Беларуси, видно. Так и они видели, что по виду они все были галлияне, но все говорили на разных языках о великих делах Божьих. Вот как описывается это событие. «И все изумлялись» – это книга «Деяния апостолов», 2 глава, 7 стих. «Все изумлялись и дивились, говоря между собой, сие говорящие не сели галлияне. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» И смотрите, перечисляются языки. Парфяне, Медяне, Еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадоки, Понта, Асии, Фриги, Памфилии, Египта, частей Ливии. «Прилежащих к Кирине, и пришедшие из Рима, то есть латинский язык, иудеи, еврит, празелиты, кретяне, греческие, орвитяне. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Такой дар был дан первым священникам по исхождению Духа Святого на них. Итак, так и говорит здесь Святой Бедоспочтенный, что означает большую, то есть Святой Дух. «Далее был утвержден жертвенник, покрытый золотом возле входа святая и святык для воскурения фемиама, что означает большую глубину совершенства и благодать Нового Завета и служителей». А церковь, как мы знаем, имеет преемственность, это русская православная церковь, например, через Византию, имеет преемственность от апостола Андрея Первозванного. И мы ее можем проследить, начиная от апостола Андрея до святейшего патриарха Московской всей Руси Кирилла. Патриарх Московской всей Руси, 179-й от апостола Андрея. И преемственность благодати – это не просто техническая передача рукоположения, это еще и сохранение полноты Божественного Откровения без всякого повреждения. Дело в том, что признаки церкви, и можно понять, находится человек в церкви или нет. Потому что много сегодня людей говорят, мы тоже церковь, и мы тоже люди, собранные двое-трое во имя Христа, и мы тоже являемся некой такой благодатной якобы церкви, спасительной. Но это не совсем так. Дело в том, что есть три признака. Первый признак – есть то, что можно назвать здесь церкви, устроенной самим спасителем на земле. Первый признак – это апостольская преемственность. Второй признак – неповрежденный никеоцареградский символ веры, потому что символ веры – это голос Святого Духа, и нельзя там что-то менять или прибавлять. И третий признак – это евхаристическое общение. С теми людьми, у которых не присутствуют все эти три признака, если мы не имеем с людьми евхаристического общения, какой бы древности они не принадлежали, если есть поврежденность никеоцареградского символа веры, если нет апостольской преемственности, как передача чистого, неповрежденного евангельского благовестия, то эти люди находятся вне церковного общения. Поэтому в Новый Завет так и говорит, а прообразы все содержатся в Ветхом Завете, что благодать Нового Завета и ее служителей теперь более совершеннее и более глубже, и всякий, кто желает войти в Завет с Господом, должен рассмотреть все вот эти три признака и понять, где он так или иначе находится – в церкви или нет. А о том, что некоторые говорят о том, что говорят, что где двое-трое собраны, это Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 стиха. Но скажу, что где двое-трое собрано во имя мое, там и я посреди них, там нет ни слова о том, что на этом основании устраивается церковь. Это сказано о том, в контексте мы видим, что Христос далее говорит, что вы не попросите, где двое-трое собрано во имя мое для молитвы, и что вы не попросите во имя мое, то даст вам Господь. Говорится скорее о соборной молитве, но об устройстве церкви там нет ни одного слова. Об устройстве церкви говорится иначе. Господь в 16 главе Евангелия от Матфея говорит, «Создам церковь мою» в 18 стихе, и врата ада не одолеют ее. Далее сказано в послании апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Господь Иисус Христос». То есть не является основанием то, что двое-трое собраны. Внимательно нужно читать Священное Писание. Там говорится о том, что двое-трое собрано уже в церкви, которую Христос здесь основал на земле для соборной молитвы, потому что вспомним, что Господь Иисус Христос учил нас молиться не Отче Мой, а Отче Наш. Итак, устройство жертвенника, как мы видим, вроде бы такие простые вещи, какая действительно перспектива, какой прообраз и в дальнейшем на Новый Завет, и вообще на устройство не только храма, но и церкви как таковой. А церковь имеет две природы, скажем так, что Христос – это глава, а церковь – она тело Христова. А все мы с вами как некие такие вот живые клетки, входящие в этот организм посредством таинств, в единении со Христом. Далее мы с вами читаем в 38-й главе о изготовлении умывальника. И мы с вами как-то об этом уже говорили, что умывальник делается для того, как прообраз крещальной купели. Там священники омывались, но в Новом Завете теперь священники омывают людей, которые вступают в Завет со Христом. Мы говорили с вами, что крещение – это рождение. Человек рождается трижды в этот мир. Первый раз рождается от Отца и Матери, второй раз рождается от крещальной купели, от этого умывальника, где омываются грехи, и третий раз, когда человек умирает, и душа его разлучается с телом. И в зависимости от того, как человек жил, душа его соединяется либо с Богом, либо с Богом не соединяется, а с тем соединяется, кто кому служил. Как сказано, кому вы служите, тому вы и рабы. Если служим Богу, то мы его, а если служим дьяволу, то становимся рабами греха и страстей. Итак, умывальник – это то, что символизирует крещенскую купель. Далее говорится о изготовлении двора. То, что мы с вами, в общем-то, и говорили, как было устройство, обращение с Киний на восток. И вот интересно еще в 38 главе заметить, что сколько было золота употреблялось для устройства с Киний. Столько народ носил, что потом уже веселил, когда почитал все со своими подмастерьями, сказал «все довольно». И Моисей сказал «все довольно». То есть мы видим, какое было усердие к тому, чтобы возвести с Киний Господню. Может быть, к сожалению, сегодня нельзя сказать о усердии прихожан к тому, чтобы устроить храм Божий. Между прочим, в Священном Писании у малых пророков говорится о том, что когда мы не заботимся о устройстве храма, то, в общем-то, Господь в некой мере нас в этом упрекает через пророка, когда люди говорят о том, что… Да, это пророк Агей. Здесь сказано о том, так сказал Господь Сваов. Народ сей говорит «не пришло время, не время строить дом Господень». И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших, украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне, так говорит Господь Сваов, обратите сердца ваши на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатываете плату, зарабатываете для дырявого кошелька. Так говорит Господь Сваов. Обратите сердце ваше на пути ваши. Зайдите на гору и носите дерева и стройте храм. И я буду благоволить к вам, и благоволить к нему. И прославлюсь, говорит Господь. Ожидайте многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Сваов, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Такое угрозное предостережение звучало через пророка Агея. Мы видим, что здесь такого не происходит, и весь народ усердствовал. И даже было и лишнее, когда уже веселил, говорил, все довольны, и Моисей сказал, хватит. Но бывает и такое, когда часто мы надеемся, что какой-то придет спонсор, и нам построят храм. Вообще, это не очень хорошая надежда. Храм – это дом, дом Божий, на который, в общем-то, должен был бы созидаться руками, как это было и в древности, руками самих верующих прихожан. Что бы ни наступило с нами, а были такие печальные времена в истории России, когда, например, во времена ереси жидовствующих, когда преподобный Осип Володский восстал против этой ереси, тогда была такая ситуация, что храмы были закрыты, то есть их арендовали люди, не совсем ищущие Слово Божие, а ищущие своего такого дохода. И когда люди пришли крестить, отпевать, храмы оказались закрыты, потому что была просрочена аренда. Вот такого состояния не хотелось бы допускать. Храм – это всё-таки дом Божий, где хозяин должен хозяином себя считать каждый, в общем-то, прихожанин, который вкладывает те или иные средства в созидание Дома Божия. Поэтому пророк Агей так и говорит, что вы говорите, не время пришло ещё строить храм Божий. Снова повторю, что это не происходило с народом израильским. Мы видим, с каким сердцем, с каким удушевлением они строили скинию Божию. И вот интересно, сколько было использовано золото. Я здесь посчитал, посмотрел некоторые источники. И всего золота, которое указывало на храм, о котором говорится в книге Откровения, что он был как бы из чистого золота. Снова повторю, что золото всегда указывает на состояние некой нержавчины, как Господь Иисус Христос говорит, собирайте себе сокровищ на небесах, где нержа, то есть ни ржавчина, ни тля, ни моль не съедает. Съедает, так и здесь. Вот сколько, интересно, было почитано. Это 1991 килограмм. Золото было всего почти две тонны. 1991 килограмм 500 грамм. Всё это употреблялось, не считая серебра, не считая меди. Медь вообще не считалась. Вот сколько весил умывальник медный, даже не описывается. Медь считалась так себе. Вот серебро и золото. Интересно, что отцы церкви и в этом видели указание, что золото и серебро указывали именно на мудрость. Золото указывало на мудрость и на разум, такой Всевышнего Бога, а серебро на исповедание этого разума, то есть на слово. Если я тут встречу у себя в пометках, то я обязательно этот стих как-нибудь, это истолкование приведу. Итак, в 39-м, в 38-й главе говорится о, как я сказал, работе над жертвенником, для всесожжения, над умывальником, над двором и сколько всего было употреблено золота и серебра и меди для храма Божия. Вот такие вот интересные события мы с вами рассмотрели в 38-й главе «Устройство и усердие народа Божия» в создании храма, который был указан Моисею на небе как прообраз, а весельеилом и его подмастерьями воплощен здесь, на земле.